ГОТЫ СЛАВЯН ГОТО СЛАВЯН ГОТО СЛАВЯН ГОТО СЛАВЯН ГОТО СЛАВЯН ГОТО СЛАВЯН И в 80-е годы примерно повторилось, что у Коми-Зырян, что у Коми-Перемяков. А у Коми-Перемяков еще сохранились так называемые поминания чудских бабушек и дедушек. Наши археологи, кстати, тоже фиксировали. Леонора Анатольевна Савельева мне рассказывала, что у Коми-Зырян уже не сохранялись где-то в 60-е годы еще. Но вот этнографы не фиксировали. Но у Коми-Перемяков это очень отчетливо. То есть чудь это их предки какие-то, к ним приходили на определенные праздники, на родительские субботы и устраивали поминания. Причем вот интересно, что среди преданий Коми-Перемяков есть такие вот тексты, где они чудью считают, например, Адама и Еву, то есть таких дальних предков. Чудь, там чудин, это Николай чудотворец, потому что он чудотворец, то есть от слова чудо. Ну и вот всякие такие. То есть вот, в принципе, возле каждой деревни, можно сказать, Зырянской или там Коми-Перемянской, были чудские могилы, как обязательное устройство сакральной топографии, что ли. Чудские могилы, чудские захоронения. Я не знаю, там археологи могли там ничего не находить, но они фиксировались в культурной памяти вот этих народов, вернее, поселян, что вот здесь вот захоронена Чудь. Чудь сама себя погребла. То есть, в принципе, вот эти вот предания или легенды о чуде, о христианизации чуде, да, вот с Стефаном Пермским, они являются как бы индикатором культурной идентичности этих народов двух. Что касается образов пермского звериного стиля. Ну, в общем-то, ничего нового, может, я и вам не скажу, но вот как мне видится эта проблема. Вот вчера было сказано уже, что проблема расшифровки этих пермских звериных образов, она очень сложна. Да, на самом деле, конечно, эти образы создавались не для нас и совершенно другими людьми. И действительно, мы не можем досконально расшифровать, что на них изображено. Но вот эти все лоси, медведи и другие животные, они, ну, вот образы вот эти сохранились в других культурах. Мне в свое время довелось побывать в экспедиции среди восточных хантов на Салыме. И я оказался как бы в культуре, которая еще помнит, вернее, помнит вот символику этих образов. Вот мне было удивительно оказаться среди хантов, которые относили себя к клану медведя, пупи-сир. И считали, что их родовой бог, который находился на Югане, там, в устье Югана, в родовом святилище, имел облик человека-медведя. И они изображали его таким образом, что он деревянный идол с ногами, с медвежьими лапами. И вот поскольку мы в хороших отношениях с этими хантовыми были, с этой группой хантов, они даже мне сделали своего такого духа-помощника Ягуныки Эви, то есть внучка Ягуныки из священного кедра. Она тоже имела вид уменьшенную копию вот этого Ягуныки, то есть такой же маленький боржок с медвежьими лапами. То есть вот эта память о предках, татемических предках, может быть, предках животных, она сохранялась. Причем она сохранялась и в социальном устройстве этой группы хантов. Я писал там статью о их социальной организации, и вот они определенные фамилии соотносились с определенными кланами. Там, допустим, Каюковы, это Пупи-Сир, Сир-медведя, клан-медведя, а Ярсомовы, допустим, это род Глухаря. Допустим, Пупи-Сир между собой не женились, они могли жениться с Ярсомовыми, то есть с родом Глухаря, но они могли там вступать в браки с родом Щуки. Вот такая социальная организация была у них, и, в общем-то, она хорошо была описана в свое время Зоей Павловной Соколовой, дуально-фартериальная организация Тамобских углов. Так вот, когда вот окунаешься в такую культуру, она дает какое-то немножко понимание, что ли, того, что происходило много сотен лет тому назад. Ну, вот, так, расшифровкой пермских образов занимались очень многие ученые. Я хочу привести пример просто черноруцкого, этнограф такой был Владимир Чернолуцкий, который в 60-е годы написал книгу «Легенда о болении человека», и предложил свою схему расшифровки этих образов. Во-первых, человек-лось, образ Копытного отождествил там лось и олень как бы семантически сходные образы, и он расшифровывал эти образы с помощью саамской мифологии. В саамской мифологии человек-олень Мяндаш – это первопредок, культурный герой, который научил саамов искусству охоты. На оленей там, на диване рогов специально, ну, там очень много разных текстов он расшифровал с помощью вот этих саамских мифов. Не всем пришлось это по душе. Многие критиковали Чернолуцкого, ну, как, в общем-то, и любого, наверное, расшифровщика от этих образов. Ну, в целом, раздвиг в этой идее расшифровки. Следующий по, наверное, времени был Борис Анатольевич Рыбаков, который сопоставил вот эти вот образы пермского звериного стиля с мифами восточных, вернее, западных тунгусов и венков. Ну, в общем-то, вот эта вот идея, она лежала на поверхности. Я когда-то еще был студентом и раскручивал сюжет об охоте на оленя или лося. У нас есть в коме-преданиях, среди коме-преданиях такой сюжет. Ну, и вот, в общем-то, случайно совершенно мне попалась книга Анисимова в свое время о финкийской мифологии. И вот там вот этот сюжет, он как бы так досконально был приведен полностью. Там сюжет примерно такой, вот он просто, вот я его перескажу. Это медведь на волшебных лыжах гонится за волшебным же лосем, лосихой вернее. И, в общем, погоня продолжается по всему вот этому среднему миру и выходит за пределы среднего мира в Бугады и Нитын, там, в Верхний мир. И продолжается уже по небосклону. И, в общем, вот, когда они, вот эти два персонажа выходят на Бугады и Нитын, на небосклон, то лосиха становится солнечной, а медведь, как бы, он за ней гонится. И вот на склоне, там, на западе уже, вот, он ее догоняет и убивает ее. И вот этот миф у Ивенкова объясняет смену дня и ночи. А утром, как бы, погоня начинается снова. Он объясняет смену дня и ночи, но он же объясняет и устройство социальной организации вот этих двух обществ, двух сообществ, двух фраторей, там, лося и оленя. И еще он объясняет еще и круговой цикл, там, медведь и лось, это два сезона, там, да, больших, лето и зима. В общем, если вы помните, там, вот этот календарь, который очень, так, репрезентируется очень сильно среди предметов пермского звериного стиля, который расшифровывал в свое время Николай Дмитриевич Конаков. Он тоже взял за основу вот эти два сезона, медведя и лося, и раскручивал, расшифровывал, вернее, календарь именно в соответствии с этими вот двумя образами. Ну, что, в общем-то, правомерно. Так вот, у меня со мной произошел тогда курьезный случай, когда вот я на основе своей дипломной работы написал обоснование для диссертации и выступал с ним в ученом совете. А потом Николай Дмитриевич меня привел в свой кабинет и сказал, показал свои вот уже публикации по расшифровке календаря там, и вот это все. Мне было очень даже неловко, честно говоря, что я их не читал тогда. Вот, тем не менее, вот мы с ним, я у него в отделе работал много, несколько, много лет. И, в общем-то, так сложилось. Вот, значит, Рыбаков Борис Анатольевич, он предложил вот такую версию, что предметом внимания Рыбаков выбрал сюжет, участниками которого является ящер, внизу мужская фигура, такая вот, и сверху лусиная голова. Ну, немножко не этот сюжет, у него немножко другой сюжет, ну, вот эта вот фигура более похожа на ту, которую расшифровывает Борис Анатольевич Рыбаков. Для объяснения этого сюжета он приводит в качестве сопоставительного материала ящер, мужская фигура в головном уборе в виде морды лосихи, две женских фигуры с копытцами и с головами лосих, расположенных по боковым сторонам бляшек таким образом, что морды лосих образуют, как бы, такой полукруг, который он называет небосклоном. Для объяснения этого материала, этой бляшки, он приводит мифы сибирских народов, в том числе и венков, где вот о путешествиях шаманов на небеса к двум небесным владычицам мира, наполовину женщинам, наполовину лосихам. Шаман путешествует к ним там и спрашивает разные блага, в том числе и приплоды этих вот оленей. Не менее, ну вот и в качестве такого вот сопоставительного тоже материала он приводит фигура человека-вося, вернее, он объясняет на основе мезолитического погребения на оленем острове Анирского озера. Головной убор, там был похоронен человек, мужчина, головной убор, который был выполнен из кости, из рога, бивни, вернее, мамонта в виде лосиной головы, а рядом с ним два женских костяка. Не менее важно, что, ну так, ящер, на котором стоит шаман, является воплощением мифологического нижнего мира. Вот у него всегда вот раскрыта пасть на запад. Вот, значит, вот этот человек, который стоит верхом на ящере, это шаман, который путешествует по различным мирам, и для этого путешествия он имеет крылья для путешествия вверх. Ну, в общем, путешествие вниз, иногда там изображается Гагара. Здесь ее нету, на той бляхе, видимо, которую расшифровывал Борис Анатольевич Рыбаков. Вот еще, что интересно, вот рамочное обрамление он трактует как мировые реки или вот еще змеи. Две мировые реки, они соответствуют двум дуальным фратриям, социальной организации этого древнего народа. Ну, в общем-то, что можно сказать еще по этому поводу? Вот эти две реки, что ли, или две змеи, они, в общем-то, могут символизировать первознанные воды, что ли. Так, а, сейчас еще... Так, вот, другое наблюдение Рыбакова касается образа двух мировых рек, мифологических сибирских народов, и, соответственно, двум фратриям дуально организованного общества. На Пермских бляхах эти две реки показаны в виде двух вертикальных потоков, которые струятся сверху вниз от морд лося, лосихи там, к морде ящера. А, как бы, средний мир, он показан вот образом вот этого человека, образом человека лося. И небо, как бы, по расшифровке Рыбакова представлено мордами этих двух лосих. Такова реконструкция мифологической картины мира, которую дает Рыбаков. В качестве образов верхнего мира часто изображаются птицы или птицевидные существа с собачьими головами. Можно что-то перевернуть? Вот, как вот на этом образке. Образы, которые обрамляют композицию, всегда можно назвать статичными. Поскольку они, за некоторыми исключениями, всегда соответствуют своему космическому местоположению. Другое дело, центральная фигура. Если она символизирует средний мир, то она должна быть воплощением или Земли, или каком-то замочном образе очевидного лосихи, и тоже должна быть статичной. Однако этого не происходит. И наоборот, центральный образ всегда выражена динамика всей композиции. Этот персонаж может идти, он изображается в позе движения, ехать на ящере, перемещаться во времени. Вот как вот здесь вот на этом вот ящере. Вот здесь вот космогонический миф, вернее солярный миф, этот показан во всей такой своей красе, что ли. Вот эти вот лосихи, которые сидят на спине ящера, они, в общем-то, это одна и та же лосиха во временной такой плоскости, что ли. Вот центральная фигура, это, ну, можно ее трактовать как солнце в таком зените, что ли. Вот уже вот та лосиха, она ближе к западу, и ящер проглатывает их вот. В общем-то, солнце, оно для древнего человека интересно только в том случае, когда оно путешествует не по верху, а по низу, в той вот подземной своей ипостаси. Поэтому здесь вот происходит такая трансформация, превращается в рыб, семь рыб изображено, и вот возрождается на спине вот этого ящера снова. Вот такая вот трансформация происходит, может быть, не только с солнцем, но и, в общем-то, с душой умершего человека, который проходит такой же, в общем-то, путь, как и солнце. Даже принимая во внимание условность изображаемого масштабе данной картины мира, центральный образ выглядит гигантским. Ногами он попирает хронического ящера-преисподня, а головой задевает небесный слот из образов верхнего мира. Выходит, что своим телом он как бы связывает все уровни вселенной, которые, собственно, отражаются в структуре его тела. Ноги, касающиеся ящера, сами соотносятся с мифологическим низом. Поэтому вот ноги могут изображаться как вот медвежьи лапы или еще какие-то. А голова, которая соотносится с верхним миром уже, она снабжается такими вот символами верхнего мира, как вот солярные кружки, солярные значки на головах, или там вот эти вот птичьи головы, или же лосиные головы. Наиболее яркое описание женского божества, несомненно, принадлежит Николаю Дмитриевичу Конакову. Вот я цитирую вам. Его всеземную сущность подчеркивает солярный знак на лбу или антропоморфный символ Солнца в виде женского лица, непосредственно над ее головой. А взаимосвязи с животным миром говорит о наличии заморочных черт, лосиные копыта, медвежьи лапы вместо ступней ног и кисти рук, медвежьи лапы вместо ступней, птичьи вместо кистей или же рукокрылья. На одном из изображений из когтей на медвежьих лапах в ступнях женской фигуры истекают под землю струйки воды. Они тут же поднимаются на поверхность, и из них произрастают антропоморфизированные растения. Это немножко другая фигура. Ну вот это вот, да, вот здесь он имеет в виду вот эти вот фигурки, которые вырастают вот из этих паукообразных существ. Зооморфные черты богини, взятые из наиболее ярких и мощных представителей животного мира всех земных сфер. Медведя, лося, хищной дневной птицы из семей своей стребиных, что подразумевает ее власть над всей фауной. Изображение на груди женской фигуры человеческой личины позволяет предположить, что она ведала воспроизводством рода людского. Имени этой женской богини Конаков не сохранилось в коме мифологии вообще-то, и он предполагает, что это богиня земли. Он называет, приводит такой ряд богинь из финно-угорских мифологий. И это богиня, это жена небесного бога Укко, финнов, эстонская Маэма, саамская Мадер, мордовская Мода Ава и мансийская Калташеква. Типологический ряд вроде бы безупречен, разве что можно добавить к нему еще несколько имен, но суть в другом. Дело в том, что вот эти вот богини-матери, они характерны для индоевропейских народов, которые, в общем-то, были земледельческими. Если помните, там всегда в мифологии земледельских народов существует миф о таком священном браке небесного отца и земной матери, которая порождает все окружающее на земле. Дело в том, что финно-угры или уральские народы, они, в общем-то, были охотниками, и вот такого мифа у них не фиксируется. Это писали многие, в том числе историк религии Мирча Элиады. Можно добавить даже, что такие часто цитируемые эпитеты обско-угорских богинь земли, как мыханки, как кожистая земля и шерстистая земля, говорят больше о внешней стороне земли, чем о ее плодородной утробе. И вот эта вот мыханки, она является, в общем-то, всегда женой мыхкона, бога подземного мира. Это и понятно для народов-носителей охотничьо-промысловой культуры, какими являлись и финно-угры. Миф о плодородящей роли матери земли не мог иметь большого значения в силу, в общем-то, другого типа хозяйствования. И он зависел от других, более специфических для жителей леса сил, которые обеспечивали воспроизводство людей наряду с воспроизводством промысловых животных и птиц. Между тем, в летописных источниках зафиксирован, по-видимому, древний уральский миф о небесном плодородии. Цитирую. «А еще мужи у нас старые ходили на югру, и самояди, як видевши сами в полуношных странах, спаде туча велика, и стой тучи спаде, вервится млада, а кыта перворожена, и взрастиша расходится по земле. Бывает, апаки бывают, другая туча испадает, оленцы малы, взрастают, расходятся по земле». Рыбаков справедливо соотносит этот текст с мифологическим сюжетом о двух этих небесных важенках, женщинах-важенках или лосихах, рождающих оленей для земных стад, от чего зависит благополучие охотничьего племени. Иными словами, мифологическое плодородие финно-угорских народов, оно как бы падает с неба, оно приходит с неба, и связано с идеей нисхождения небесных богинь. В финской мифологии, если так взять, там есть такая богиня Ильматор, которая сходит с небес на землю, и в водах первозданного океана рождает героя Венемёнина, который является и творцом мира. То же самое можно сказать о богине Калташ, которая у обских угров, ее торум сбрасывает с небес на землю, и в процессе падения она рождает между небом и землей мир Суснехума, посредника между небом и землей тоже. Но и является она тоже, Калташ является прародительницей людей. Можно приводить очень много примеров вот этих вот богинь, которые в финноворских мифологиях занимают место матери земли, но они не являются матерями земли, они всегда соотносятся с небесным верхом. Что касается Северной Сибири, то здесь мы обнаруживаем ряд других тоже похожих богинь. Это так называемых жизненных старух, обитающих в небесном мире на юге. Это Силькубская, Имма и Лунда Кота, Наганасанская, Ниллэмэ Моу Немы, там Бугады и Нитоны Венкирская или Тома Амкетская. То есть все они находятся в картине мира, где-то на юге, у истоков священной мировой реки. Там их жизнь. И вот, в принципе, шаман, функция шамана заключается в том, что он прилетает к этим старухам, жизненным старухам, и спрашивает по дороге для своего народа. На ящере, то в ее иконографии представлены солярные и зооморфные символы, указывающие на небесную сферу ее животного плодородия. И фактически отсутствует символика плодородия растительная. Без сомнения, ее можно отнести к категории женских божеств, известных как Великие Матери, но она скорее Артемида, лесная богиня, Нижелегия, земля-мать. Образ этой богини может быть соотнесен с образом так называемой золотой бабы, о которой упоминается в статье «На смерть Стефана Пермского патриаршей летописи». На это указывает и эпитет золотая, которая имеет значение солярности и хтоничности одновременно, и что в целом характеризует образ богини-матери в силу своей рождающей функции, которая связана и с небесным верхом, и с подземно-хтоническим низом. Вот на чудских этих образках имеется изображение трехликой богини с четырьмя грудями, что говорит о ее соотнесенности со всеми тремя сферами мироздания. В общем, число семь – это число всего, в общем-то, да? Вот если взять там уровни мирового древа, где три соотносятся с верхом, низом, подземным миром, то четыре всегда соотносятся со сторонами света. По преданию он четыре груди дал прародительнице с юзинских компермяков бог Йен, чтобы она смогла покормить шесть своих сыновей-богатырей. В общем-то, она их вырастила, и они стали как бы прародителями всех шести родов, что ли, компермяков. Сходный миф есть у обских угров, где вот этот вот Торум, главный их бог, он посылает шесть своих сыновей на землю, чтобы они основали шесть самых больших родов. Сир. И в свою очередь, вот эти вот шесть полубогов, что ли, богов, вернее даже, вот они стали прародителями, прародителями, вернее, их сыновья, отделившихся от отцов, стали прародителями других, более мелких, что ли, групп вот этих хантов, или обских угров. Судя по всему, изюзинский текст, и вот этот текст, хантыйский, они являются остатками, отголосками древнего этногенетического мифа. Смысл подобных мифов в том, что они дают обоснование вселенской организации, которая строится по принципу семьи. Прародителями являются небесные отец и богиня-мать, их сыновья становятся божественными первопредками, а внуки – героями-основателями отдельных этнических групп. А правнуки, уже праправнуки, составляют весь человеческий род, народ в целом, и населяют уже весь обитаемый мир. Вот таким образом, весь мир представляет собой единый богочеловеческий коллектив, в котором отношения между богами и людьми строятся по принципу родства. Небесные боги-родители, их дети и внуки, родоначальники человеческих коллективов, которые относятся к людям как к своим правнукам. Подобные отношения мы можем и сегодня наблюдать в мифологии обских угров. В Средневековье это была наиболее характерная черта мировоззрения финоугров или уральцев. Ее отголоски еще слышатся в современном культе предков или родителей. В древнепермской пластике встречается изображение так называемой семьи. Мужчина и женщина с ребенком посередине стоят на ящи. Вряд ли средневековый художник снизошел до изображения человеческой пары – это изображение божественной семьи первопредков в их вселенской значимости. Ну, просто соотносите масштабы. Да, если это вселенная, то вот они, ну, представьте, да, от неба до земли. В рамках вселенской семьи божественная пара является не просто воплощением символики мужского и женского начала, а приобретая значение всемирного отцовства и материнства. С другой стороны, принципы небесного отцовства не нуждался в особом культе вследствие известной отстраненности небесного бога от земных дел. Вообще, там интересно, что вот ханты, они приносят небесному богу, который создал небо и землю. У них жертвоприношение происходит раз в 50 лет. То есть, в случае там особой значимости. А своим богам, которым вот они молятся, это вот у этих восточных ханты был ягуныки, они молятся им постоянно. То есть, вот разница есть, да, вот бог богатырь, он действует здесь, вот в этом мире, а бог вот этот вот верхний, он как бы такой необязательный. С другой стороны, жена небесного бога, сошедшая или сброшенная на землю с небес, оказывается в области деятельных контактов со всем земным миром, включая человеческий и природный. Такова эта обско-угорская механки, или анкепугас, вернее, или калташ. Кроме человеческой ипостаси, она может предстать в обликах зайчихи, лягушки, лебедя. Все эти облики являются равными человеческими. Точно так же имеют различные заморочные ипостаси все ее божественные сыновья и внуки, а некоторые животные имеют небесное происхождение. Такой вот медведь, да, вот. Тот же Ягуныки, о котором я уже говорил, ему молятся как, вот, Ягуныки, приходи со своими духами и медведями. А сам он изображается, вернее, представляется то в виде человека, то в виде медведя. Причем, интересно, что вот пояс его и там завязки на обуви, они, это змеи. То есть, в принципе, вот еще к слову о этих ритуалах древних. Юганские эти ханты, к которым эта группа хантов относилась, у которых я был, они приносили жертвоприношения в устье Югана. И вот человек, с которым я разговаривал, он был Тунгкортом. Его называли еще и шаманом, в общем-то. И он был хранителем родового этого, ну, родового святилища долгое время. Он рассказывал, как происходит у них жертвоприношение ежегодное. Они собираются ханты со всей округи, вот эти вот, которые относятся к пупи-сир, к роду медведя. И Тунгкорт, жрец святилища, он для всех делает металлические изображения змей и медведей. Эти металлические, ну, сейчас, конечно, это вырезается уже из жести, там, да, вот такие, из мягкого металла какого-то. А раньше, видимо, были специальные изображения, более, ну, отливались, да, вот. Эти вот изображения, они передаются участникам ритуала. Медведи передаются мужчинам, змеи и женщинам. Вот. И, и как бы потом, после ритуала, после вот этого праздника, они складываются в родовом святилище, как прямо у Макарии, я в Бакаричи говорю, у группы аквариума песня-то была, помните, у каждой женщины должна быть змея. Точно так же имеют различные заморочные ипостаси все ее божественные сыновья, сыновья Великой Матери. И некоторые животные имеют небесное происхождение, такой вот медведь, да, вот, в этих же руках, он считается, что его, вернее, подвесили на цепях за какую-то провинность, на цепях между небом и землей, и вот, он начал там гнить, и вот это вот гнилые, вот эти внутренности, которые падали на землю, они оборачивались, змеями, червями, и вот эти вот, ну, как бы, медведь, и змеи, и черви, это являются два символа вот этой группы хантов, куписир. Животные, птицы, растения, люди связаны друг с другом гузами родства. Естественно, что в такой мифологической системе охота не может быть просто добыванием убойно ради пищи, это всегда ритуал, теоретический акт, целью которого является освобождением души животного и отправлением ее в лоно богини-матери для последующего возрождения. Ну, вот я участвовал в такой охоте тоже, меня взяли с собой на охоту на медведя, и это было очень довольно интересно, потому что, ну, она сопровождалась такими ритуалами, вот я говорю, что они уже, это род медведя, клан медведя, и медведь их кровный родственник, и вот как они относились к этой охоте. ханты заметили, что там близко к стовищу подходил медведь, и решили там его поймать. И утром, вернее, вечером, что ли, да, вот мы вдвоем пошли, там один екатеринбургский, был этнограф тоже, он пришел, сказал, что вот есть, ну, нас ханты зовут на медвежью охоту, ну, понимаете, для городского жителя медвежья охота и что-то такое очень экзотическое, тем более, что вот, ну, были два аспиранта, там еще тогда, и было нам это все странно так как-то. Я не поверил, ну, действительно, пришли ханты к нам, мы жили отдельно немного от них, пришли ханты и сказали, что давайте завтра вот пойдем. И когда мы вечером сидели возле костра, они пришли, ханты тоже с нами сидели, пили чай, там над кострищем у нас там был чайник, там какие-то ведра, нагревалась вода для посуды, и с какой-то посудины упала крышка, и хант глубокомысленно заметил, что, наверное, вот медведь попал, говорит, бьется там в петле, а на медведя они поставили петлю, что для меня тоже было странно немного, я думал, что петлей ловят только мелкую дичь, и вот утром где-то в 6 часов пришли ханты, дали нам два карабина, и, ну, я взял фотоаппараты свои там, и в общем, хант, которого они называли вот шаманом Александр, там, или Айпах, там, по-хантыйски, он сказал, сказал, говорит, сон, говорит, мне приснился, и видел, как, говорит, родственница наша умерла, упала, родственница наша, родственница наша умерла, упала на левый бок, сестра наша умерла, упала на левый бок, вот, понимаете, вот, когда он сказал, там, мы не обратили совершенно внимания, Но когда прошли уже где-то километров 5 и сели там, сам Александр с нами не пошел, Аристарх там, Хант, ну сели перекурить просто. Если вы представляете, что такое Восточная Сибирь, это вот большое огромное болото и кое-где островки суши. Вот Ханты живут на таких вот маленьких островках Пугас, да, вот семья одна жила здесь, вот, например, где мы были, Пунчи называлось Стойбище, а другая семья уже на расстоянии где-то километров 20 от этого Пунчи. И, в общем, мы прошли по болоту километров 5 и сели перекурить, для человека городского очень тяжело идти по болоту. Сели перекурить, и Аристарх сказал, говорит, ты хоть понял, что, говорит, он тебе рассказал? Я говорю, нет, ничего не понял. Он, говорит, сказал, что родственница, говорит, сестра, говорит, это нашего рода, это медведица. И, что мы ее застрелим, и что она упадет на левый бок обязательно. Вот, говорит, увидишь, упадет она на левый бок или нет. И вот мы пришли к месту, там действительно в петле билась медведица, они ее застрелили. И, понимаете, как они отправляли ее на тот свет? Они, ну, это был, для них это был гость. Вот, они взяли из священного кедра, вот, если медведица, у нее 4 души, если медведь, это 5. Ну, у человека тоже так же. И вот, 4 веточки положили на грудь медведицы кедровых и вспарывали таким образом. Они раздевали ее. Ты в гости пришла, значит, давай раздевайся. Вот шкуру они сняли с нее, причем вместе с лапами и с головой. И вот помните, может быть, эти образки в виде вот этих медведок там, где медведь, так называемый, в жертвенной позе. Они, да, вот так вот. Они сложили это в берестяной такой поднос, вот в этой же позе. Понимаете, вот один к одному повторяется вот этот сюжет, который изображен в средневековой пластике. Положили возле березы, обошлись 7 раз вокруг березы, это читая молитвы и целуя. И заставили нас с Изюмовым тоже так же обойти вокруг этой березы, целуя морду вот этого медведя. И назад возвращались тоже так же вот. Причем, когда они подходили к стойбищу уже, они стали стрелять вверх, возвещая таким образом, что пришел медведь. Опять же, там был ритуал поедания этого медведя с особыми какими-то вещами там, с ритуальными заморочками со всеми. Когда вот женщинам не разрешается, лапы там есть, допустим, ну и там, в общем, во главе стола лежит эта медвежья голова. Правда, они не проводили полностью медвежий этот праздник. Хотя за это там другие ханты их очень даже ругали потом после этого, после того, как все это прошло. Ну вот таким образом просто осуществляется переход, перевод, что ли, вот этого духа животного, на самом деле здесь родственника, на тот свет, чтобы вот эта жизненная старуха там или там вот у них ханки пуха, она возродила его снова к жизни. И, в принципе, любое животное вот в этой мифологии, в этой структуре, что ли, жизни, в этой культуре, оно таким же образом отправляется наверх, чтобы вернуться назад. Вот, например, там они проводят жертвоприношение оленя, там, да, посвящают его там, допустим, ну матери земле, там, во время строительства дома, там, или отправляют, или мир сусны кумы, у них там коны ики. Они, если вот матери земле, то они отправляют шкуру этого животного под землю, там, они зарывают его под землю, под елью, там, потому что определенные деревья, виды деревьев, они связаны с определенным, опять же, уровнем небесной сферы, там, под елью зарывают в нижний мир, там, чтобы кончик носа только, обязательно черный, там, олень, да, должен быть, чтобы кончик носа только оставался наружу. Если там отправляют оленя в красный мир, на самый верхний, то его привязывают, там, шкуру оленя привязывают, там, к красному дереву, или к сосне, там, приклад делают, с красной тканью повязывают. Или, там, мир сусны кумы, из-за коны ики, там, как у них называется, они живоприношения делают под березой, и рога, там, или голову этого оленя, они там отправляют коны ики, вешают на березу. То есть, в принципе, вот, мир людей, и мир животных, и мир богов, они не просто взаимосвязаны друг с другом, они представляют собой такой единый коллектив, да, вот, где вот все друг с другом связано. И, очевидно, что вот этот охотник, который в древности, ну, как бы, уходил на охоту, он выполнял, он был еще и шаманом, к тому же, там, или колдуном, во всяком случае, в этнографических материалах, тех же комизырян. Это четко фиксируется, когда, вот, ну, охотничьи артели, там, еще в 20-е, 30-е годы уходили в лес на промысел, они же уходили надолго, месяца на 2-3, так, да, вот, и всегда во главе артели стоял не просто хороший охотник, но еще и колдун, который мог защитить артель свою, а с другой стороны, он еще и, как бы, обеспечивал удачу, чтобы охота была удачной. Там есть целые тексты о противостоянии вот этих артелей, когда, вот, колдуны борются друг с другом за хороший промысел. Ну, вот, вот этот шаман-охотник, он мог, конечно, вот уже, как бы, непосредственно вступать в контакт с листой богиней, и есть такие тексты тоже, когда, вот, они, ну, фиксируются, этот контакт. То есть, может быть, ну, разный уровень контактов. Шаман может просить просто, да, вот, ну, вот, просить о плодородии или возвращении души. На самом деле, фольктор сохранил очень много, и всегда, вот, получается так, что охотник приходит, охотник, ну, современный, например, текст «Быличик», да, охотник приходит в лесную избушку, к нему приходит какая-то женщина под видом его жены, и они живут вместе долгое время, в течение, там, всего сезона. Она рожает ему, там, ребенка, но он, правда, не знает, там, по сюжету он не знает, всегда он возвращается домой и застает свою жену дома. И у него там возникает вопрос, а с кем же я жил все это время? Вот, ну, примерно так. Обычно вот эти вот браки между существом лесным и человеком, они, ну, приводят, вот, в «Быличиках», например, ну, разный жанр, да, «Быличиках» – это современный мифологический рассказ, от этих браков рождаются уроды, там, да, вот. А в древних каких-то текстах, в более древних преданиях всегда рождаются герои-богатыри. Например, там, ваш вот этот, какой-нибудь переменский герой Куды-Мош, он рожден от брака медведя и, от брака медведя и женщины человеческой, да, вот, он имеет такую вот медвежью ипостась. В общем-то, медвежий символ, он достаточно распространен, вот. И если говорить о медведе и лосе, о которых мы говорим, всегда вот он имеет какую-то такую вот подоплеку, да, вот, медведь – это мужской символ всегда, да, а лось – это вот женский, да. И, или олень, там, да, это всегда женский такую, женскую символику имеет. Другой вопрос, как называлась вот эта вот богиня, которая вот была когда-то, вот, не, там, трехголовая, и там, которая стоит там и объемлет собой весь мир. Как звали ее? Конечно, она должна в языке сохраниться в виде какого-то концепта, но Конаков предположил, что, может быть, ее название созвучно было бы, ну, как вот у тюрок, у тюрков, да, дьерсу – это священная земля или земля-вода, да, вот. То есть, вот эта богиня, которая вот, богиня-прародительница, у них земля-вода. В каком языке этому названию соответствует другой термин, называется «вырва» или вот «лес-вода». Бабуши, которые, отправляясь в лес, произносили молитву лесу и воде, да, вот, лес-вода, дай мне там, причем говорили, лес-вода-матушка, лес-вода-батюшка, дай мне там промысел и так далее. Или вот такие тексты мы тоже записывали, фольклорные, когда, ну, теряется корова там или теленок куда-то убегает там в лес, да, и не могут найти, а комик коровы-то без пастуха паслись они, да, вот, они просто уходили в лес и потом возвращались. Нету его. И тогда отправляются там женщины в лес и ищут его. Ну, там обычно как сюжет строится? Молодые не знают, что делать. А есть какая-то всегда старая женщина, пожилая женщина, которая знает, что делать. Она берет с собой вино там или какие-то припасы и произносит молитву лесу в воде, вырвала матушка, да, вот, отпусти эту корову там, и оставляет это вино. Они приходят домой, и теленок возвращается. На самом деле, вот, эти тексты тоже имеют какую-то более такую древнюю подоплеку, что ли, связанную вот с идеей этого, ну, женского материнства. Коми, которая, вот, ну, сохраняется еще, ну, вот, в лесу. Очевидно, что действительно, вот, может быть, ее и звали так, вырва или лес-вода. Функции ее, конечно, вот, коми, они не были всегда вот промысловым народом. И, в конце концов, конечно, они пришли и к земледелию, особенно, вот, какими-то перемяки здесь Южной Коми, они жили с земледельческим укладом. И, очевидно, что не сохранялась вот эта вот промысловая подоплека вот этой богини. Она имела уже там более отношение к разным женским ремеслам и к адскому ремеслу там или вот к хозяйству там и так далее. Вот я еще могу рассказать такой текст, который зафиксирован тоже где-то году в 17-м или 16-м. О такой хозяйке, что ли, о женской богине, которая, вот, имеет вид хозяйки коров. Коров. Ну, и, как бы, текст такой. Раньше корову доили только мужчины, причем они там доили ее так, что вот правой рукой доили и сдаивали это в левую руку и таким образом пили. И вот однажды корова убежала, не унесла, видимо, такого отношения к ней и убежала в лес. Ее долго искали и не могли найти. Тогда женщина пошла в лес и ей навстречу, ей встретилась такая вот величественная вида дама, которая сказала, что да, я тебе корову отдам, но отныне доить ее будешь только ты и не допуская к ней мужчин. То есть, вот это вот домашнее хозяйство, как бы, патронируется уже такой вот богиней. Другой вопрос, что, конечно, в христианское время, в христианское время функции этой богини-матери, функции вот этой женской богини, они перешли уже на других каких-то персонажей, таких как Параскова Пятница или Богородица. Вот мне вспоминается тут вот этот вот альбом Аборина, Чудские древности Рефея. Ну вот эта круглая личина, да, он сопоставляет ее там с образом Парасковой Пятницы из вот пермской деревянной скульптуры. В принципе, тоже достаточно интересно это все. Но это уже немножко другая история. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сегодня сказать. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо. 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 Спасибо.